МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Изменения в бюджет Сарова на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов рассмотрели депутаты на сседании планового бюджетного комитета. В частности, народные избранники обсудили 4 поправки, предложенные их коллегами. Подробности смотрите в следующем репортаже. Безвозмездные поступления в бюджет Сарова предлагают увеличить более чем на 92 миллиона рублей в 2021 году. Все это субсидии, субвенции и межбюджетные трансферты. Также поступили деньги для возмещения части затрат предпринимателям, пострадавшим от распространения ковида. Это на оплату трудоработников, это возмещение затрат организаций, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, на оплату коммунальных услуг и возмещение недополученных доходов. Это самозанятым гражданам. Также у депутатов была возможность предложить свои поправки в бюджет города на этот год. Алексей Городничев предложил расширить тротуар на Московской, установить урны и скамейки. Поправку не пропустили, однако вопрос не закрыли. В рамках ремонта дороги на Московской прорабатывают возможность расширения тротуара. Еще одно предложение Алексея Городничева касалось увеличения финансирования округов. Это деньги, которые выделяют депутатам на благоустройство дворов. Сейчас это 500 тысяч на каждого депутата. Алексей Владимирович предложил увеличить сумму до 800 тысяч. Поправку также отклонили, поскольку в этом году увеличивают финансирование программы поддержки местных инициатив. Еще одна поправка касалась установки видеонаблюдения на улице Некрасова. За 12 месяцев 2020 года на улице Зерново выявлено 149 правов, а на улице Некрасова 60, в том числе в результате совершения которых возбуждаются уголовные дела. И одна из них до сих пор остается нераскрытым, и в лице их свершивших не установлено. Таким образом, данные улицы входят в участие в триминогенную культуру Северного сада. Как пояснили авторы поправок Евгений Данченко и Олег Бабушкин, по вечерам на улице собираются много молодежи, рядом находятся пятийные заведения. Недавно в том месте женщину ударили по голове, она попала в реанимацию. Установка камер видеонаблюдения помогла бы находить правонарушителя в каких-то случаях и предотвратить преступление. Этот вопрос вынесли на согласительную комиссию. В середине января в одной из квартир на переулке Северном прорвало трубу с горячей водой, жители получили ожоги. Для проведения ремонтных работ коммунальщики понизили температуру и напор в системе водоснабжения. Прошел месяц, а в некоторых квартирах до сих пор из крана вода течет чуть теплой и тонкой струйкой. После безуспешных попыток решить проблему с управляющей компанией, жители обратились в рубрику «Городской дозор». Владимир Александрович живет в городе 60 лет, но такого не припомнит. Уже месяц в доме на Северном переулке почти нет горячей воды. Почти, потому что течет едва теплой тонкой струйкой. И это днем. Утром и вечером, когда все возвращаются с работы, даже о таком остается только мечтать. Чтобы добиться приемлемой температуры, приходится подолгу держать кран открытым. А счетчикам все равно, что там льется. По словам Владимира Александровича, с такими же проблемами столкнулись и жители соседних домов. Устав мириться с неудобствами, пенсионер попытался самостоятельно прояснить вопрос, но четкого ответа так и не получил. В чем дело, не знаю. Я позвонил туда, в центр ЖКХ. Мне что-то они ответили, что-то там у них полетело. Они думали, что как-то там выкрутятся и чего-то сделают. Но не получилось, и они чего-то закупать будут. Я не знаю толком, как это все, вещи-то все делаются-то. Осознав, что телефонные звонки коммунальщикам не принесут желаемого результата, жители домов, где начались перебои с горячей водой, пустили в бой тяжелую артиллерию. И обратились к своему депутату Ивану Ситникову. Он и инициировал съемки этого репортажа. Данные теплоузлы запрещены к эксплуатации с 1 января 2022 года. Данный загон был принят в 2013 году. Было 7 лет, чтобы подготовиться. И эта забота была бы заботой прежней администрации. Но что получилось, то получилось. Я обращался во все инстанции, в департамент городского хозяйства и в центр ЖКХ. Они в курсе, они проблему решают, но медленно. Недопустимо медленно, ведь там страдают люди. Пообщавшись с жителями, мы решили напрямую обратиться к заместителю главного инженера МУП-центра ЖКХ Сергею Невскому. По его словам, сейчас перебой есть в 9 домах. Причина – некорректная работа систем водоразбора горячей воды, которая тянется еще с советских времен. Что с этим делать, в центре ЖКХ знают. Но в такой мороз работы проводить нельзя. Соответственно, мы ждем температуру окружающего воздуха хотя бы минус 5, ну, минут 10, может быть, и выше вот этих параметров, чтобы совместно с половыми сетями отключить и у них, и у нас, и произвести работы, устранить эти недостатки. И тогда, в общем-то, как сказать, все нормализуется. Так, смотрите, когда температура придет в норму, сколько дней понадобится на эти работы? На один узел, один день. Домов таких у нас вот сейчас, которые требуют вот именно такого вмешательства, их 9, с такой системой. Пока что прогноз неутешительный. Потепление обещают не раньше 26 февраля. Но в то же время картина наконец-то прояснилась. Стало понятно, чего ждать и когда это произойдет. Российские вузы сами выберут формат выпускных экзаменов в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе. Такое решение приняли в Министерстве высшего образования и науки Российской Федерации. Если санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе будет неблагоприятной, то вузы смогут использовать электронное обучение и дистанционные технологии для проведения экзаменов. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Итоговое сочинение ученики 11-х классов напишут 15 апреля. Минпросвещение и Рособорнадзор снова изменили график ГИА. Пока речь идет только об итоговом сочинении. Дополнительные даты также сдвинут с 21 апреля и 5 мая на 5 и 19 мая. Напомним, итоговое сочинение обеспечивает допуск школьников к сдаче экзаменов. Это один из самых комфортных этапов ГИА. Выпускники пишут его в своей школе, проверяют работы своих же учителя. Сыровчан приглашают принять участие в конкурсе «Слава Созидателям». В этом году конкурс проходит в онлайн-формате в социальной сети ВКонтакте. Стать участниками всероссийского конкурса могут школьники с 1 по 11 класса. Прием творческих работ завершится с 30 апреля. Подробную информацию о конкурсе и правилах участия можно узнать на сайте slavadefissosidatelam.ru Артем Мальцев вошел в состав российской сборной на чемпионат мира по лыжным видам спорта. Соревнования пройдут в германском Оберсдорфе с 23 февраля по 7 марта. Первые медали разыграют 25 февраля в спринтерских гонках классическим стилем. Налоговый вычет в один клик. Федеральная налоговая служба планирует объединить сервис личный кабинет налогоплательщика с данными онлайн-касс. Благодаря этому люди будут видеть все свои покупки, оплаченные с помощью банковских карт. А в случае, если по ним положен налоговый вычет, то смогут оформить документы нажатием одной кнопки. Также в марте специалисты готовят к запуску технологию для упрощенного получения имущественных и инвестиционных вычетов. Таким образом, граждане смогут вернуть свои средства в течение полутора месяцев. Подобный механизм тестируют и также для получения вычетов на лекарства. Новый вариант коронавируса обнаружили финские исследователи. Штамп предварительно назвали FIN-796H. Он отличается от всех известных мутаций COVID-19 тем, что не все ПЦР-тесты смогут его обнаружить. Между тем, в России уже месяц идет массовая вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции. В рейтинге стран по количеству привитых граждан наша страна находится на 10-м месте. В тройке лидеров – США, Китай и Великобритания. По количеству заразившихся России на пятом месте. За минувшие сутки диагноз коронавирусной инфекции поставили почти 13,5 тысячам россиян. В Нижегородской области ряды зараженных пополнили 417 жителей региона. В Сарове COVID-19 заболели 8 человек. Видеорассказ или небольшой очерк воспоминаний о любимой книге. Библиотека имени Пушкина приглашает горожан принять участие в проекте «Книжная ностальгия». На основе творческих работ планируют создать рекомендательный библиотечно-семейный ресурс. Итоги проекта подведут на ежегодные библиотечные акции «Библиосумерки». Книги нашего детства. Какие они? Кто-то вспомнит любимую сказку, которую родители так часто читали ему перед сном. А кто-то приключенческий детектив, пробегать по страницам которого приходилось ночью с фонариком под одеялом. Потому что оторваться от него было невозможно. Детская библиотека имени Пушкина предлагает саровчанам вернуться в детство. И запускает проект для саровских семей «Книжная ностальгия». И мы очень хотим, чтобы все участники нашего проекта «Книжная ностальгия» попробовали вспомнить не только ту книгу, которая произвела впечатление на взрослого человека, когда он был ребенком, но еще и какие-то важные события, которые связаны с этими книгами. Чтобы они рассказали о том, какие книги любят в их семьях, какие книги из своего детства они читают сегодня своим детям и своим внукам. Ограничений по возрасту нет. Семейные истории можно прислать в текстовом и видеоформате на любую из четырех предложенных тем. «Сам читал, теперь читаю детям». «Книжная реликвия семьи», «Эту книгу мне читали в детстве» и «Любимая книга детства». По итогам проекта создадут библиотечно-семейный ресурс. Нам хотелось бы, чтобы вот эти воспоминания в первую очередь не нам помогли создать общий такой вот ресурс библиотечный, рассказывающий о книгах и о событиях, которые с ними связаны. Но и самое главное, чтобы это определенным образом повлияло на отношение к книге, отношение к процессу чтения в самой семье, которая будет принимать участие в этом нашем библиотечном проекте. Работы принимают до 31 марта во всех отделах Пушкинки или по электронной почте пушкинка.саровсобакаяндекс.ру с пометкой «Книжная ностальгия». В Сарове стартовал чемпионат города по баскетболу. В турнире участвуют всего шесть команд. У всех равный шанс на победу, так как главный фаворит выбыл из чемпионата. Почему команда «Союз» не участвует в городском турнире и как проходят встречи соперников, расскажем в следующем репортаже. Игроки на паркете, зрители на трибунах. Все, пора начинать. Судья подбрасывает мяч в воздух и зал наполняется ритмичным стуком. Так бьется сердце чемпионата города по баскетболу. С первых же секунд матча между красными из энергии и синими, которые представляет полет, завязывается упорная борьба. Каждый хочет забросить мяч в корзину, заработав заветные два очка, а то и треку. Если глаз не подведет и рука не дрогнет. В этом году на соревновании заявились шесть команд. Ковиды тут напакостил. Чемпионат города всегда играли в два круга, но в этом году шанса на реванш не будет. В то же время корона добавила интриги. В связи с тем, что у нас из-за пандемии выбыла одна команда «Союз», ряд игроков из других команд перешли, усилили другие команды. И пока сейчас даже не знаем, кто фаворит будет, кто нет. Первые игры покажут. «Союз» не просто команда, а действующий чемпион города. В этом году состав потерял больше половины игроков. Кто-то еще болеет, а некоторые, закрыв больничный, не успели восстановиться и набрать форму. Антон Тришин сам только выписался, но уже рвется в бой. Сказывается любовь к баскетболу, которым он занимается с шести лет. Чтобы не пропускать чемпионат города в этом году, решил выступить за энергией и постарается защитить титул чемпиона. Вот на этих соревнованиях какая-то? Максимально пройти в финал. Пока команда сражается в городском турнире, к следующему поединку готовится одна из лучших дружин любительского баскетбола страны – БК «Атом». Постоянные участники суперфинала МЛБЛ спортсмены настраиваются на бой с соперниками из Кстова. Игра пройдет в воскресенье 21 февраля на паркете спорткомплекса «Юниор». Матч обещает быть жарким. Как объясняет главный судья чемпионата города, он же капитан БК «Атом» Сергей Ишиев, баскетболистов из Кстовой нельзя недооценивать. Это очень хороший, крепкий, средний, наверное, команда. Мы уже давно с ним не играли. Они в этом году вошли в высшую лигу чемпионата в области. Я думаю, что не просто так они вошли. Значит, команда хорошая. Ну, мы будем соответственно настраиваться однозначно. Чемпионат города по баскетболу продлится чуть больше месяца. По итогам игр лучшие четыре команды выйдут в плей-офф. Победители сойдутся в битве за главный титул, а вторая пара разыграет бронзу турнира. Оба решающих матча пройдут в спорткомплекс «Юниор» 19 марта. Всего пара ложек меда в день укрепит ваш иммунитет и наполнит жизненной энергией. Впрочем, мед меду рознь. Полезен только натуральный, без химических усилителей, вкус и консервантов. Найти такое можно у настоящих пчеловодов, которые собирают мед на собственных пасеках. В Сарове натуральный мед свежего урожая представлен на ярмарке в Ледовом дворце. Мед со своей пасеки – это гарантия его высокого качества. Виктор Доценко – пчеловод в четвертом поколении. Многие годы они собирают мед на просторах страны и предлагают покупателям множество его сортов. У нас более 20 сортов меда. Начиная с Краснодарского края, акация, каштан. И к северу Волгоградской области. К леверу, черноклен и так далее. В Саров на медовый ярмарку пчеловоды привезли мед свежего урожая. Каждого покупателя они готовы проконсультировать и помочь определиться с выбором. Конечно, полезен любой мед, если он натуральный. Всего пара ложек лакомства каждый день укрепят иммунитет и наполнят жизненной энергией. Но в зависимости от потребностей можно подобрать сорт меда, который поможет скорректировать проблемы со здоровьем. У каждого сорта меда есть немножко направленность, либо что-то для сердца, либо кровообращение, либо идет для суставов, простудные липы, для простудных заболеваний, с прополисом. Мед – природный антиоксидант и помогает организму справиться с вредными микробами и бактериями. Это как нельзя актуально сейчас, в период разгула вирусов. Некоторые сорта меда, например, мед акации, считаются гипоаллергенными и подходят для детей, а также для диабетиков. Кроме того, на медовой ярмарке можно найти и продукты пчеловодства – прополис, пыльцу, пергу. Также в продаже – чайные сборы алтайских трав. На покупку трех килограммов меда действуют акционные цены. Всю выбранную продукцию пчеловоды Доценко готовы доставить вам домой. По телефону люди заказывают, также бабушки, дедушки, которые пожилые, которым сейчас проблемно куда-то ходить, либо просто по морозу неохота ходить. То есть мы производим доставочку. Заказать доставку можно по телефону 8 927 503 1447. Медовая ярмарка будет работать в Сарове с 15 до 19 февраля, включительно с 10 до 19 часов. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе, смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работа Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова